Сегодня ночью во втором полуфинале конкурса Евровидения определились последние 10 участников финала. И уже завтра на сцену Олимпийского выйдут 25 финалистов. Итоговое шоу обещает стать грандиозным. Организаторы не раскрывают всех секретов, но уже известно, что в концерте примет участие даже экипаж МКС. Наш корреспондент Антон Войцеховский побывал на втором полуфинале и пообщался с теми, кому улыбнулась удача. Это шоу с музыкой, танцами, песнями, огоньком, спецэффектами и даже акробатическими номерами. 33-летний венгер Золи Адак так прыгал во время выступления, что все удивлялись, откуда силы, чтобы еще петь. Страстям на сцене соответствовали и эмоции за кулисами. Нелли Чабану из Молдавии на счастье написала чье-то имя на руке. Это моя дочь. Норвежец Александр Рыбак почти по-боксерски бил кулаком в раскрытую ладонь отца. Кто-то разминался, кто-то, закрыв глаза, настраивался. А Айсель из Азербайджана настолько прониклась атмосферой, что уже подпевала чужим песням на сцене. Кажется, что в интервью, которое они все давали и до, и после выступления, звучала одна мысль. Они приехали сюда не столько побеждать, сколько просто хорошо выступить. Это была великолепная публика и сцена. Все, что я хочу сказать. Спасибо, Россия. Спасибо, Россия. Это было замечательно. Публика великолепная. Это был мой самый потрясающий сценический опыт. Я был на сценах, но это было просто вау. Грек Саки Срувас к выходу на сцену готовился как спортсмен к выходу на ринг. И глядя на некоторые выступления, действительно казалось, что хорошая физическая форма для этих артистов не менее важна, чем хороший голос. Или хорошее владение инструментом. Одних выступлений со скрипками в этом полуфинале было три. Песню норвежца Александра Рыбака, конечно, эмоциональнее всего принимали в его стране. А после того, как он вышел в финал, ее пели даже на улицах. Голосование за полуфиналистов. Из 19 стран-участниц выбрали 10. Азербайджан, Хорватию, Украину, Литву, Албанию, Молдавию, Данию, Эстонию, Норвегию и Грецию. Кажется, в тот момент, к выходу в финал, они радовались так, как будто уже победили. Порады, 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 порады! Мне кажется, что я перепела валерьянки, потому что я внутренне настолько была спокойна. Мне, честно говоря, от этого было страшно. Но мы безумно рады. Итак, финал конкурса Евровидения состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие артисты из двух и пяти стран. Причем выступления пяти финалистов, в том числе представляющие Россию Анастасия Приходько, зрители увидят впервые. Так что эффект непредсказуемости и неожиданности результатов конкурса будет сохраняться до конца. Антон Войцеховский, Александр Грисан, Первый канал.